Приветствую вас. Есть довольно определенная ситуация, в которой вы оказались. Ситуация, в которой мужчина ведет себя вот так, как он ведет. То есть инфантильно, безответственно и, в общем-то, довольно неуважительно по отношению к вам. Казалось бы, в этой ситуации модель поведения совершенно понятна. Да, то есть вы, в принципе, поступаете определенным образом, да, то есть вы его отталкиваете от себя, отдаляете от себя и, в общем-то, начинаете жидаться своей жизнью. Но есть проблема. Первая проблема в том, что вы зачем-то хотите его настукать. Для чего вам это? Не очень понятно. Доказать себе, что он, например, недостоин быть с вами, это вряд ли. Почему? Потому что, если вы его оправдываете до сих пор, то есть вы говорите, что он ищет причины для непокупки квартиры. Если вы его оправдываете, значит, вам это для чего-то нужно. Если вы его оправдываете. А если вам это для чего-то нужно, то, соответственно, это проблема вашего восприятия. И именно с вами эту проблему надо разбирать. Не с ним, с вами. Второе. То, что он маменькин сынок и без мамы, без слова «мама» ни за что ничего не сделает. Опять же, если я правильно вас понял, он был таким изначально, и вы что сделали? Вы приняли его таким изначально? Разве нет? Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Но, по-моему, вы все приняли его таким, какой он есть. И если это так, если вы действительно его приняли таким, какой он есть, то что поменялось сейчас? Что изменилось? Что изменилось в вашем восприятии его? Почему вы перестали его понимать? Принимать, точнее. А может быть, все проще, и вы просто перестали, например, испытывать к нему чувства? Если так, то это нужно принять. Если так, то это нужно принять в первую очередь вам, самой, вначале, а потом уже все остальное. В любом случае, вы рассказываете, вы говорите про него, какой он плохой, как он плохо себя ведет, какой он ужасный, несамостоятельный и так далее. Все это верно. Но вы же приняли его таким, и вряд ли он был другим. Значит, вами что-то двигало. Что-то двигало вами, когда вы его принимали таким. Вот и вопрос. Что двигало? Почему принимали? И, собственно, что случилось сейчас? Что перестали? Это следующий момент. Следующий такой фонарик наш с вами, который вам нужно для себя зафиксировать и на него всячески обратить свое внимание. Дальше. Следующий наш момент. То, что вы застукали его за просмотром видео. Здесь давайте попробуем сказать с вами так. Как мужчина объясняет свое поведение? Как мужчина, значит, ну, раскрывает то, что он делает? Убедило ли это вас или нет? Если убедило, то хорошо, если нет, то почему и для чего вам какие-то объяснения от него? То есть, зачем они вам эти объяснения, если вы, в принципе, уже сами все выводы необходимы сделать? Ну, так, по крайней мере, так мне показалось, что он делает. То есть, опять же, здесь непонятно. Вы такое впечатление, что пытаетесь сама себе доказать, что ваш мужчина плохой, но вы как бы не верите, отказываетесь поверить в это. И, соответственно, момент здесь такой, а что мешает? Что мешает вам поверить в то, что ваш мужчина плохой? Ну, или, скажем так, неподходящий для вас. Вот какой момент. Ведь если он для вас не подходит, значит, если вам не подходит, значит, это не ваш человек. Но вы, тем не менее, все равно продолжаете за него держаться. Вот и вопрос. Почему? Все ваши призывания о нем зачем? Для чего? Понимаете? Для чего? И, соответственно, Соответственно, это следующий момент. О котором вам не нападут подумать. Далее. Вы говорите, что в другой стране он за меня искренне переживает, значит, поддерживает меня и так далее, и так далее, и так далее. То есть это то, чего вам не хватает. Опять же момент. Если это то, чего вам не хватает, то, может быть, другой человек может вам дать то же самое. Почему именно он? Почему именно от него вы хотите получить вот то, что он вам дает? Понимаете, да, момент? То есть вы привязаны к нему, получается, и вопрос весь в том, почему, чем, и так далее. И вот, когда все вот это вам будет ясно, именно тогда можно будет ответить на вопрос, как вам быть. Либо неуверенность в себе у вас, либо подсознательный страх близких отношений, либо страх одиночества, которое у вас имеется, и так далее. То есть с вами происходит нечто, что заставляет вас быть с ним. При этом есть потребность за его счет самоутвердиться. Зачем-то? Вот зачем-то нужно вам это сделать. И вот здесь тоже момент. Насколько вы свободны в проявлении своей активности? Насколько вы вообще свободны в своей активности? Что-то четыре года заставило вас и его ждать. И это что-то актуально до сих пор. Именно поэтому вы и запутались, потому что вы не понимаете, чего вы хотите. От него, от себя, от мужчин в принципе в целом и так далее. Вот на эти все темы вам надо подумать. Что делать расстаться и не мучить его ни с себя? Расстаться можно. Расстаться на самом деле не сложно. Сложно другое. Сложно расставшись. Не остаться в отношениях с ним. А женщина это может. Легко может, надо сказать. Поэтому вот на эту тему также стану стоит поговорить. То есть разберитесь с теми вопросами, которые я вам обучил. Сами для себя их проанализируйте. Сами для себя ответьте на них. И постарайтесь так сделать, чтобы у вас в ответах на эти вопросы расследовалась некая единая стратегия, некий единый взгляд. И тогда вы сами получите ответ на твой вопрос. Потому что за вас принимать решение, что вам делать. Ну я имею ввиду расставаться или нет. Мы не можем. Это ваша ответственность. А вот помочь найти решение. Помочь увидеть решение. Помочь понять, почему вы не можете его принять. Это вполне в наших силах. И в ваших силах тоже. Поэтому и нужно начать анализ с ответа на эти вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.